И снова всех приветствую! Продолжаем играть в арк. И это вторая серия моего экспериментального прохождения. И сейчас я отправляюсь в снежный биом в поиски баранов. Мне сейчас очень нужна баранина, я хочу приручить свою первую живку. Телефорт готов! И скорее всего это будет базилиозавр. Мне в принципе не обязательно приручать топового базилиозавра, я его буду приручать бараниной, поэтому мне подойдет любой базик сотового уровня или плюс-минус 5-10 уровней. А пока я тут загораю в ожидании телепорта, хочу рассказать, что я уже купил мясо, купил ягоды. Я ничего пока что толком не собирал руками, я все покупаю у Хелены. Телефорт активирован! И мясо уже стухло, и наркотики потихоньку варятся для приручения последующей живки. И сейчас моя главная задача найти парочку баранов, может быть одного-двух, зарезать их и набрать себе побольше баранину. Предварительно я сделал себе динатрекер, это такое устройство, которое позволяет сканировать живку, которая есть вокруг. И сейчас я пробую поиском найти ависов, в принципе у меня здесь 4 штуки рядом находятся. И выбираем одного из них. Это будет не самый жирный баран, просто чтобы я его мог быстро убить, но и не самый маленький, чтобы с него было не очень мало мяса. То есть, чтобы я мог сразу набрать и достаточное количество мяса, кожи, шкуры, что там еще с него упадет. Но при этом он не убежал от меня, и я не попался под руку какому-нибудь свирепому медведю или, не дай бог, телезинозавру, от которого живым я на данном этапе развития не уйду, это точно. И вот я собрал с этого барана почти 500 баранины, почти 700 кожи и 800 шкуры. И небольшой перекус сырой баранины, потому что у меня сейчас с собой нет совсем еды. Ничего страшного, я немножко получил отравление, но при этом еду я себе восполнил. Хочу немножко вернуться к моду Dino Tracker. Он представлен двумя устройствами. Одно в виде телефона, как у меня сейчас, и второй вариант в виде часов, который устанавливается как скин на любой вариант перчаток. Но я чаще всего использую именно вариант телефона, потому что бывает самый ответственный момент, ты поменял перчатки, и когда тебе нужно просканировать живку, оказывается, что у тебя с собой этих перчаток нет. Радиус сканирования Dino Tracker где-то 150-200 метров. Если вы играете с модами, я считаю, этот мод обязан быть у вас в сборке, потому что это экономит ваше время. Да, я понимаю, что может быть честнее искать ее, ходить с подзорной трубой и выискивать нужную живку. Но я здесь играю сейчас не на сервере, а в синглплеере, и для меня важна каждая минута. Пока я тут болтал, рассказывал про этот Dino Tracker, я нашел еще одного барана 80-го уровня, и сейчас добуду с него, да, вот еще 400 баранины, 600 шкур и немного кожи. Вот, я думаю, что мне этого достаточно, и в принципе мне пора отправляться домой. И каждый раз после телепорта у меня есть возможность пособирать немного металла, потому что на этом острове всегда респится металл. Ну и в настройках я, как и рассказывал, я немножко ускорил скорость восстановления ресурсов, поэтому практически при каждом телепорте у меня всегда будет возможность собрать немного металла и оттащить домой. Чтобы его переплавить. Ну и чтобы сэкономить свои шестигранники, не покупать прям все подряд у их Елены, я немножко собираю, конечно же, и дерево, и соломы. Чтобы обозначить вот суть моей идеи, почему я селюсь именно здесь, вот я снова спрыгиваю, и получается я в шаговой доступности от своего плота. Вот там находится мой плот, там зона, где я могу строиться. И слева у меня есть глюк, но я сейчас на него, наверное, не поплыву. Мне нет смысла сейчас его брать, получать себе баф. Ага, мегахилончик. А бафы я буду брать для того, чтобы выполнять задание. За кадром я себе уже сделал термошкаф. Да, сделал немножко селитры, закинул туда, и теперь у меня уже продукты хранятся в холодильнике. Я хочу пожарить частично баранину. То есть это будет баранина, которую я буду сам кушать, и сырую баранину я буду держать для приручения всякой дикой живки. Хищной или всеядной, которая с удовольствием будет кушать эту баранину. Баранина, как мы помним, это один из лучших кормов для приручения живности, но пока у нас не появятся настоящие корма для приручения, то есть киблы. Ну и сейчас, когда у меня уже есть баранина, я хочу приручить своего первого базилиозавра. Он поможет мне безопасно перемещаться здесь между островами, поможет мне плавать на большие глубины в поисках новых заданий, в поисках новых глюков. Но, к сожалению, сейчас Динотрекер показал, что у меня в моей локации нет ни одного базилиозавра. А отправиться в поиски за базиками я хочу на своем плоту. В этом суть моей мобильной базы, то есть я могу перемещаться по всей карте, куда хочу, и со мной будут всегда мои инструменты, мой холодильник, мои шкафы и мои печки. Я поплавал тут у себя по окрестностям, не нашел ни одного нормального базилиозавра, там попадается то 15-й, то 20-й. Поэтому, наверное, я все-таки пришвартую свой плот здесь. Плавать далеко на нем довольно опасно, потому что, может, лид сихтис какой-нибудь заспавнится, а может быть, рыбки тоже еще. Вот эти агрессивные рыбки, они тоже нападают на плот и тоже его грызут. Поэтому я буду перемещаться при помощи телепортов и уже сканировать по локации. Ну и чтобы не терять время, сейчас посмотрим по хозяйству, что у меня. Ага, у меня много протухшего мяса, и мне не хватает ягод. Ягоды, конечно, было бы неплохо добыть, но у меня пока что нет живности, которая умеет собирать хорошо ягоды. И как раз для того, чтобы приручить эту живность, мне и нужны наркотики. Получается такой замкнутый круг. Телепортация всегда вызывает у меня головокружение. И вот я добрался до океанской платформы, на которой как раз и есть терминал с заданием скат по волнам. И вроде как Динатрекер показывает, что здесь у меня есть в радиусе неплохой базик 130 уровня. Для первого базика это, ну, очень даже неплохо. Я рассчитывал где-то на уровень 100, может быть 90, может быть 110, но 130 это даже лучше, чем я рассчитывал. Я вот его вижу, он там как будто бы застрял в водорослях, и это должно сыграть мне на руку. Единственная проблема сейчас это водоворот. Стоит мне сейчас туда поближе подплыть, и меня там захреновертит и выкинет куда-нибудь, черт знает куда. Ну, в общем, хорошо, водоворот закончился, и я могу начинать приручение. Да, базик и вправду застрял, это просто прекрасно. Это значит, что, скорее всего, он с этого места никуда и не сдвинется. Да, я его покормил, он стоит на месте, ну и прекрасно. Так, а я тем временем, наверное, поплыву, повыполняю еще задания, здесь скат по волнам, но показывать я этого, конечно же, не буду. А вернусь где-то через 7-8 минут, как раз когда базик будет готов ко второму, и третьему, и четвертому кормлению. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, было написано, то ли 17 раз покормить его сырой баранины, то ли 18. Эх, не могу, ладно. Я повыполнял пару заданий, и сейчас хочу все-таки подогнать свой плотик поближе туда к моему базику, который приручается. По идее, как раз я сейчас выдержал паузу, где-то минут 7-8 уже прошло. Я сейчас приплыву на место, где океаническая платформа, и оттуда я уже продолжу приручать своего базика. Очень надеюсь, что все пройдет успешно, и благополучно. Ну и так я на месте, и посмотрим, что там с моим базиком, готов ли он приручаться или нет. Так, и по пути тут электрофорез плавает, и мне бы не хотелось с ним встречаться. Надо как-то немножко обогнуть его. Или же попробовать его убить. Наверное, нет. Наверное, я все-таки попробую его, обплыть. Так, а базик как будто бы сместился, и как будто бы он плавает. И да, он вырвался из своего заточения, и мне, конечно, это не на руку. Ну, ничего страшного, в принципе. Справимся и так, я думаю. Да, я, видимо, когда выгрузил территорию, то есть я прыгал себе туда на остров, и выгрузил тем самым локацию. Получилось так, видимо, что он выскочил из этих текстур. Ну, ладно, ничего страшного. Бараниной кормится очень быстро, правда, всего лишь по 7%. Я приручаю. Сколько баранины? 21. 21 баранины. Да, я там немножко ошибся. Я сказал 18, а оказывается 21. Ну, ничего, зато бараниной он кушает ее где-то каждые секунд 20-25. Если бы я кормил киблами, то киблами, когда кормишь, там получается промежуток примерно секунд 40-50, может быть даже минута-полторы. Но киблов бы пришлось ему дать 8, а бараниной аж 21. Ну, ладно, я не буду показывать полностью все приручение. Сейчас я включусь уже, когда будет финальный этап. Самое сложное здесь это вот мансить так, чтобы вот эти электрофорезы не зацепились за меня и, не дай бог, не ударили меня или тем более базика. Да, у меня как раз заканчивается кислород, но вроде бы тут осталось покормить его всего лишь два раза. Я, наверное, подожду. Но они так опасно тут рядом со мной плавают. Опа, 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 нет, вроде и не зацепился. Вот гад, не дает, не дает мне докормить моего базика. Так, ладно, надо набрать кислород, потому что, ну, может сейчас получится беда из-за того, что я начну задыхаться. Так, ну иди сюда, мой хороший. Последний раз, мне кажется, его покормить осталось, да? Нет, еще раз, блин, как назло. Ну, вроде бы никто не сагрился, так что все в целом идет по плану и все успешно. Давай, последний раз, кушай. Кушай, кушай, кушай. Ну. Отлично. Отлично. Итак, у меня теперь есть ручной базик, на нем я смогу уже безопасно плавать. Он сможет меня защитить от этих электрофоресов, как минимум. Ну и как максимум, я думаю, он справится уже и с мегалодонами, и, может быть, даже с какими-нибудь крупными живками, типа мозазавра там, или еще чего, может напасть на меня. Так, главное осталось сделать для него седло. Седло будет обычной серой, потому что, в принципе, это все, что мне пока что доступно, и, по-моему, я даже седло не изучал. Да, и надо сделать себе пару капсул. Так. Пока что я его вручную соберу. Ага. Да, капсулы эти очень классные, они работают намного быстрее, чем обычные ванильные. А сейчас мне нужно скрафтить седло. Я просто даже боялся его оставлять, потому что, не дай бог, кто-то сагрится, какой-нибудь мегалодон, или два мегалодона, тут просто можно его потерять. Поэтому сейчас смотрим, доступно ли мне седло. Ну, отлично. Я буквально только сейчас получил 60-й уровень, и как раз на нем открывается седло на базилиозавра. Все ресурсы, по идее, да, отлично. Все ресурсы у меня есть. Крафтим седло. Сейчас надо собрать миска, покушать. И хочу себе все-таки скрафтить соулган, чтобы можно было брать живку на расстоянии. Да, но у меня не хватает цементной пасты. Ну, цементную пасту я могу себе купить. Пока, выживший. У Хелены. А ну, пробуем еще раз. Ну, вроде как... Да, все, отлично. Все, есть. Теперь я могу этим пистолетом собирать свою живку на расстоянии. Ну что ж, я могу проверить своего базика теперь в реальных условиях. Я даже не смотрел еще толком на его статы. А статы у него, ну, довольно заурядные. 29 в урон, 24 здоровья и... А, и 36 выносливость. Ну, неплохая выносливость. Ну, в целом базику выносливость тоже нужна. Поэтому надо будет найти хорошего базика, пусть без выносливости, но за то, чтобы у него было здоровье и чтобы у него был урон. А пока что я поплаваю, покачаю базика, пособираю ресурсы и как что-то будет интересное, я снова вернусь. А пока я плавал, я вспомнил, что я упустил момент с супами на скорость. Вот, для их приготовления нужно энергетические напитки и вяленое мясо. То есть я мог давно уже пожарить мясо и начать его вялить, но я, блин, совсем забыл про это. Так, и первым делом сразу смотрим, где мое мясо сырое. Так, тут у меня жарится, по-моему, сейчас только баранин. Да, баранину я жарю просто для еды, то есть сам буду кушать. А в базике у меня должна быть и рыба, и просто сырое мясо. Отлично. Сейчас я это все сбрасываю на пережарку тогда. Вот. И как только я пережарю хоть один кусок мяса, я его тут же кидаю в термошкаф для вяления. С нефтью у меня проблем нет, потому что базилиозавр всегда пассивно дает свою органическую нефть, и она работает точно так же, как и обычная нефть. Единственное, она имеет свой срок хранения. Ага, есть у меня кусочек мяса, сразу же бросаю его в термошкаф, и кусок этой нефти органической. Все, тут же пошел процесс вяления. Единственное, что он, наверное, минут 5-10 будет идти. Да, да, не быстро. Так, и прошло минуты 4, наверное, и вот, видите, всего лишь где-то процентов 10-15 завялилось. Так, я думаю, что, наверное, я ждать этого процесса не буду до конца. Вот. А сейчас я все-таки займусь тем, чем я хотел заняться, а именно отправиться на задание еще одни гонки, называется «Дельфиней Блиц». Но предварительно я хочу сплавать здесь за глюками и собрать пару глюков. Если ты исправляешь глюк, то тебе на 10 или 20 минут дается баф ускоренного получения опыта. Получается, когда выполняешь задание, получаешь опыт, плюс ко всему еще баф дает увеличение получения опыта, и прокачка персонажа идет значительно быстрее. Так, и вот он первый глюк. Ага, удерживайте Е, чтобы исправить глюк. Оп. И что-то не произошло. Да, бывает, когда резко встаешь. Я тут покопалась немного в поисках хотя бы намека на Хелена, Хома Диус, которая создала меня. И ничего не нашла. Более того, я не смогла установить никакой связи с другими Хома Диус. Я знаю, они вознеслись над нашей реальностью, но разве тебе не кажется, что они присматривают за нами? Возвращаются домой раз в год на праздники или что-то в этом духе? Но ничего похожего. Такое впечатление, что мы тут сами по себе. И вот бывает такой глюк, когда твоя живка находится рядом с этим игровым глюком и начинается повествование, ты потом не можешь сесть на свою живку. То у меня сейчас был такой глюк, что я не мог сесть на своего базика. Получился каламбур, извиняюсь, но вот так оно и есть. Глюк порождает глюк. Я решил, что я не буду приглушать Хелену или вырезать ее повествование, о лоре игры. Мне кажется, это довольно интересный момент. Это как раз та самая классная фишка, которая отличает Арк Генезис от всех предыдущих частей Арка. Ну, или его, скажем так, дополнений. Там не было как такового какого-то повествования. А в Генезисе оно есть. И это добавляет довольно много атмосферности игре и именно этому дополнению. И сейчас я уже плыву непосредственно к этому заданию Дельфини и Блиц. И я знаю и помню, что рядом есть еще один глюк. Так, к сожалению, глюки не стакуются и не дают удвоенный эффект, но они стакуются по времени. Получится, что баф будет длиться в два раза дольше, и я буду в два раза дольше получать удвоенный опыт. Если увидишь кусок пульпурного камня или какой-то высокотехнологичный объект напичканный энергией, берегись. Возможно, он сделан из элемента. Элемент – чудо-вещество, отчасти строительный материал, отчасти источник энергии, но он адаптируется под окружающую среду иногда самым неожиданным образом. Он может инфицировать или отравлять организмы, вступившие с ним в контакт. Я так кайфую от этой озвучки, от Хелены, мне очень нравится. Я просто в восторге. Опа, пузырек. Еще один глюк. Чтобы продержаться в стимуляции Джейнсис, тебе нужно уметь изобретать так же искусно, как и выживать. Здесь есть все необходимые материалы, чтобы сделать любую вещь от орудий карменного века до высокотехнологичного оружия. Но без ноу-хау. Тут уже все зависит от тебя. Возможно, ты сумеешь даже использовать эти глюки в качестве сырья для одного из своих изобретений. И вот я собрал аж три глюка, и у меня есть аж 1570 секунд на получение опыта. Удвоенное получение опыта, как мы помним. То есть я могу попроходить задание, это раз 5-6. А это почти 25 минут времени. Ага, отлично. Начинаю я, как всегда, с самой первой, с гаммы. Показывать я ее, конечно же, не буду. Это неинтересно. Это самое медленное, самое простое. Покажу я на камеру прохождение именно альфы. А Хелина меня уже достала, постоянно перебивает. И вот пришло время прохождения альфа гонки. Я, правда, немножко увлекся, у меня уже закончился баф. И что самое неприятное, закончился кислород. Три, два, один. Влетай на твоего коня обратно. Гонка продолжается. Ага, нет уж, извините. Я уже и так один раз забыл про кислород и просто помер во время гонки. И мне пришлось плыть сюда голиком. Ну, еще раз, я такого не повторю уже. И я даже немного сожалею, что в тот момент я не включил запись. Ну, я просто даже не думал, что на бета-задании я буду включать камеру. Поэтому, к сожалению, этот момент упущен. Но, тем не менее, альфу я сейчас все-таки выполню и покажу ее на камеру. Выполняется она точно так же не сложно. Тоже остается примерно 15-20 секунд времени до окончания гонки. Ну, и я, наверное, сейчас включу ускоренку. Субтитры сделал DimaTorzok Ага, вот и финиш. Мы посмотрим, что мне сейчас дадут в виде призов. Ну, такое себе. Ага, рогатка легендарная. Седло на Мегахиллона неразварного. И седло на Игуанодона. Да, это очень важно. Ну, и очочки. Очочки пойдут. В принципе, это неплохой девайс. По идее, они должны помогать видеть здесь под водой получше. У меня здесь стоит мод, называется Скуба Маск. И он, по идее, должен давать маску. Я думал, честно говоря, что он оригинальной маске сделает лучшей обзорности. Вот. Но, оказывается, он не изменяет физику, как бы, физику работы маск ванильных. А он, скорее всего, добавляет именно свою новую маску. Но посмотрим. А сейчас я хочу отправиться внутрь вот этого огромного древнего куба. Насколько я помню, в каждом таком кубе есть всегда глюк, который можно исправить и, опять-таки, получить себе немного опыта и баф на ускорение получения опыта. Да, это были целиканты-самоубийцы. Я попал в самый неподходящий момент сюда. Я недавно смотрел Футураму и там как раз начинается первый сезон первой серии, когда Фрай только встречает Бендера, они вдвоем идут в будку для самоубийц. Очень забавно. Тут примерно было то же самое. Так, надо посбрасывать весь мусор. Так, это пока что может пригодиться. Я на начальном этапе игры. Все металлическое пока что мне может пригодиться. И вот как отсюда спрыгнуть. И жалко, у меня нет набора для планирования, хотя я бы мог его сделать. Тут есть самоцветы в Генезисе. Я думаю, что, наверное, я сейчас оплыву по кругу. Я там видел еще один вход вот с этой стороны, только что-то я его не вижу сейчас. Наверное, немножко дальше. Так, не понял. Я точно видел вход? Да, вот он. Отлично. И вот он, еще один очередной игрок. Я поняла, все. Доброе утро, слажь, день, слажь, вечер, слажь, ночь, слажь. Я HNNA. Я здесь, чтобы провести тебя через симуляцию Дженесис. Ты готов к приключениям? Веди сюда свое имя. Прости, этот глюк перегрузил некоторые мои вербальные процессы. Сейчас все должно быть в порядке. Ага, Хелену опять глючит. А я как раз пособирал тут самоцветы, о которых я говорил. Единственное, что не знаю, как реализовать их, потому что комплект для планирования его изучить можно только на карте Аберрация или на Кристальных Островах. Получается, чтобы изучить эту грамму, мне нужно будет прыгнуть на другую карту. Ну а пока что я сейчас возвращаюсь домой на свой основной остров, который находится на СВ. И там рядом с ним у меня припаркован плотик. Хотя нет, плот, по-моему, я перепарковал к океанической платформе, но все равно мне с этого острова и до океанической платформы не так уж далеко. Был бы у меня набор для планирования, было бы вообще классно, я смог бы тогда прям с края острова допрыгнуть и долететь на этих крыльях. А так придется грести вручную или же на базике. Да, точно, у меня же базик с собой. И сейчас пока что я здесь, как раз можно немножко собрать металла. Но это не основная цель, поэтому грузить я сейчас себя сильно не буду, и у меня уже и так перевес довольно большой. с разбегу и очередной прыжок веры. Что за базик тут? Пока лечу проверить, не очень 85-й. И чтобы не грести вручную, я сейчас достану своего базика, поплыву на нем. Ага, ну все, плод, милый плод. Наконец-то я дома. Первым делом хочу посмотреть, что там у меня с мясом вяленым. Сейчас поскидывать все, что у меня тут продукты. Ничего себе, мясо до сих пор, до сих пор ни одного куска не завялилось. Офигеть. Вот это долго. А меня не было наверное минут 15-20. Я даже не представлял себе, что оно будет вялиться так долго. Я думал как-то минут 5 на один кусок уходит. Ну ладно. Тогда я сейчас пока что разгребусь. из инвентаря, поскидываю все, что нужно в холодильник и включу запись, когда наверное будет готово мясо. А мясо мне нужно именно для того, чтобы сделать суп ускорение, чтобы можно было на базике плавать быстро по карте, а то сейчас он как медленная какашка, еле-еле плавает. Ну ладно, я вернусь. Прошло еще наверное минуты 3 времени, но мясо так и не приготовилось. А у меня появилась интересная идея. Я решил купить себе ящик с добычей. меня тут подсобирались шестигранники и что-то они очень интересны. 10 кексов. Ну в принципе кексы неплохо, плёточка. Плёточкой можно будет поиграть с моим базиком. Просто у меня больше никого нет. Я одинок в этом мире и поэтому только и базик поможет не разлиться. Так, а кексики мы пока что отложим в холодильник и кексиками я смогу пойти и приручить себе барашков. Вот для кого мне пригодится моя плёточка. Буду гонять барашков по плоту. Прошло ещё пару минут и мясо до сих пор не приготовилось. И вот тут плавает этот наглый геспегорнис. Надо его проучить, что нечего тут плавать у меня. И собрать немножко мяса и кожи. Ага. Да, и органического полимера. Это тоже дело хорошее. Так, чего мне ещё в данных интересного осталось? Ничего. Ну, я надеюсь, что всё-таки мясо приготовилось. Ну, о, да, наконец-то приготовилось. У меня чуть не закончился срок годности энергетического напитка. Крафтим, крафтим, крафтим. Так, быстренько. Ага. HG Speed Potion Infinity Potion Не понял. Это Speed Potion и у него есть срок годности полтора-два часа. Блин, я ещё и не то скрафтил. Ёлки-палки. И получается, его нужно использовать в течение двух часов и он будет работать именно как Speed Soup. И вот почему он делается всего лишь из одного энергетического напитка и из одного кусочка вяленого мяса. Потому что он не бесконечный. А мне нужен именно бесконечный. Так, у меня приготовилось протухшее мясо. Надо будет или прикупить себе ягод, или же пойти приручить своего первого анкилозавра, который поможет мне набрать побольше нарко-ягод. Ну и наверное на этом я буду заканчивать эту серию. В следующей серии я обязательно постараюсь приручить себе уже какую-то живку наземную, которая поможет мне добывать ресурсы, собирать ягоды. И скорее всего всем пока. Приходите еще, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!